В школах Хасанского района поэтапно завершается учебный год. У хасанских школьников первых и восьмых классов учебный год, последняя четверть которого прошла в дистанционном режиме, завершился 20 мая. Девятые, десятые и одиннадцатые классы закончат учиться 29 мая. Будут консультации осуществляться очные или в режиме онлайн, еще как бы неизвестно, да, все будет зависеть от эпид-ситуации. Но выпускники девятых и одиннадцатых классов получают свои аттестаты по итогам тех отметок, которые они получат за учебный год. Проведение единого государственного экзамена перенесут на более поздние сроки. При этом основной государственный экзамен для девятиклассников в 2020 году проводить не будут. Как разъясняет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в ВУЗ. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный ВУЗ. Если вдруг ребенок хочет идти, например, в технику после 11 класса, то тогда ему ЕГЭ вообще не придется сдавать в этом году. Если же они планируют поступать в институты в ВУЗ, то тогда, конечно, они должны будут сдать этот ЕГЭ, конкретно те предметы, которые нужны для поступления. То есть для этого школьникам необходимо зайти на сайт своих учреждений высших, куда они собираются, еще раз посмотреть, какой список предметов нужен для сдачи, то есть по какому ЕГЭ будет браться бал. И эти предметы они, значит, будут сдавать. Первые предметы, по которым пройдет ЕГЭ – география, литература, информатика и ИКТ – экзамены назначены на 29 июня. Следом русский язык. Его будут сдавать 2 и 3 июля. Как уточнили в Краевом министерстве образования Приморского края, проведение, как правило, самого массового экзамена по русскому языку решено разделить на 2 дня, чтобы избежать большого скопления учащихся в аудиториях. 6 июля выпускники станут защищать знания по профильной математике. 9 июля – по истории и физике. 13 июля – по обществу знанию и химии. 16 июля – учащиеся смогут сдать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. На входе в пункты проведения экзаменов все участники процесса, организаторы, педагоги и выпускники будут проходить термометрию. Аудитории дезинфицируют. В расписании предусмотрят также резервные дни для сдачи ЕГЭ. О них информация появится позже. Изменения коснулись и выпускных вечеров. Их также планируется перенести на позднее время. Соответствующие рекомендации озвучили в региональном министерстве образования. По словам главы ведомства Натальи Бондаренко, проведение массовых праздничных мероприятий чревато неоправданными рисками в сложившихся эпидемиологических условиях. Конечно, если мы говорим о том, что у нас экзамены отменяются, чтобы не было скученности, то о каких выпускных и последних звонках сейчас может идти речь. Поэтому, конечно, нет. Мы сейчас думаем о том, как нам выдавать аттестаты. То есть, в принципе, в режиме самоизоляции коронавируса. Поэтому последние звонки нет, выпускные пока нет. Может быть, конечно, я так думаю, что родители сами могут этот вопрос решить уже тогда, когда все-таки пройдет вот эта эпидемия, пройдет пик, когда уже начнут работать у нас там и кафе, и какие-то рестораны. Пока, ну, официально, конечно, никаких разрешений нет. Но в любом случае, как бы, это вот время чуть-чуть пройдет, дальше будет видно. Продолжение следует...